Это Давича, продолжаем выпуск. Два года работы, более трех тысяч лиц. 30 лет назад художник Николай Соломин написал полотно «Вятка» 1917 год. С тех пор картина – главная достопримечательность диорамы и Кирова. В далеком 2007-м мастер приезжал в наш город, чтобы провести реставрацию картины. Мы предлагаем вам вспомнить, как это было. Николай Николаевич вспоминает о работе 30-летней давности с ностальгией. Она была одной из первых его серьезных произведений. А главное, говорит художник, он помнит каждого кировчанина, с которого писал портреты для этой картины. Вот это я писал с того, а вот здесь это так, а вот тут этюды я написал, а здесь это материал. Все на память приводит былое. И юности красной, и прекрасные дни. Работа над полотном продолжалась два года. Писали с натуры. На перекрестке Ленина и Дрилевского поставили автобус, и художники работали прямо в нем. В каждый сантиметр картины вложена душа мастера. Дом, как бы вот такой. Здесь были номера гостиницы в этом доме наверху. Ну а в номерах что, с девушками обязательно? Нет, а мы девушки, он, пожалуйста, он выглядывает из окна. То есть мы создали точную картину и того времени, и этого города. Хотя ради художественного образа иногда отступали от исторической правды. На картине толпа рабочих. На самом деле в вятке того времени столько не было. А тут у всего были железнодорожные мастерские. Раз-два и перечелся с рабочими. Так уж и немного было их совсем. Но революция эта в России была действительно пролетарская. И как же без рабочих это обойдется? Ну вот мы и добавили. В Киров Николай Николаевич приехал со своим учеником. Вместе проводят реставрационные работы. По словам художника, панорама в хорошем состоянии. Закончат уже во вторник. Но даже сейчас экскурсии в музее продолжаются. И посетители могут лично пообщаться и даже сфотографироваться с автором диорамы. Евгения Демина, Александр Кайсин, Бюро новостей Давича.